МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Ноябрьск-24". Продолжает свою работу. Сейчас коротко о главных темах этой среды. Без срывов сроков и конфликтов интересов. Дмитрий Артюхов поручил усилить контроль за коррупцией в дорожной сфере. В лидерах реконструкция городского парка до конца голосований за проекты благоустройства остается меньше недели. И дни малого бизнеса знаменитый дизайнер Артемий Лебедев даст мастер-класс ямальским бизнесменам. Как попасть на встречу? Дмитрий Артюхов поручил усилить контроль за расходованием средств в дорожной сфере. Острую тему подняли на заседание антикоррупционной комиссии в Салихарде. Сейчас повсеместно идут ремонты дорожного полотна. Губернатор призвал глав муниципалитетов и контролирующие органы усилить взаимодействие и допустить срывы работ. Прошу большое внимание уделять и организации приемки работ, контролю за конфликтом интересов всех задействованных людей в службах заказчика. Выложите все усилия, чтобы этот строительный сезон у нас прошел с меньшими коррупционными рисками. Жители Ноябрьска активнее всех остальных голосуют за проекты благоустройства. На сегодня свой выбор сделали почти 16 тысяч человек. Всего в регионе проголосовали более 80 тысяч. Сегодня ровно месяц с момента, когда запустили голосование, процесс идет на платформе 89городсреда.ру. Среди проектов, предложенных для реализации в Ноябрьске, пока лидирует дальнейшая реконструкция городского парка. Здесь может появиться природно-этнографический комплекс «НУМ». За него проголосовали 6 тысяч человек. Если проект победит, в следующем году в парке появятся гриль чумы, стилизованные детские площадки и многое другое. До конца голосования остается меньше недели. Оно завершится 30 мая. С 1 июля для граждан будет упрощен порядок оформления субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Людям больше не нужно будет предоставлять справки об отсутствии задолженности. Информацию органы соцзащиты будут получать сами через систему ГИС ЖКХ. Вместе с тем, чтобы новый порядок работал, в государственной информационной системе должна быть размещена вся необходимая информация. А управляющие компании, региональные операторы и поставщики ресурсов должны своевременно обновлять данные о домах, жилых помещениях, договорах, начислениях и оплатах. Работают ли ямальские организации в ГИС ЖКХ, проверили специалисты жилищного надзора. В ноябрьске выявлено несколько десятков нарушений. В общей сложности выдано было 57 предписаний управляющим компаниям, региональным операторам, ресурсоснабжающим организациям и товариществам собственников жилья. Установлены сроки. Сроки у нас достаточно короткие, потому что с 1 июля уже вступают в силу изменения в жилищный кодекс. И до 1 июля необходимо, чтобы эта система уже работала. Одна из управляющих компаний города, между тем, научилась доставлять квитанции прямо в телефоны собственников жилья. Несколько месяцев назад региональные жилищные компании начали пользоваться мобильным приложением ЖКХ «Диалог», где можно сообщить о поломке, вызвать мастера, написать жалобу или оставить отзыв. Сейчас приложение интегрировали с той же самой системы ГИС ЖКХ. Она и будет присылать пользователям квитанции в телефон. Здесь же можно будет сразу их оплатить. Правда, чтобы пользоваться этой функцией, нужно авторизоваться в системе как собственник конкретной квартиры. Письма с паролями РЖК сейчас рассылает жителям всех домов, которые обслуживают коммунальщики. Особенно удобно новшество будет тем, кто заключил договор о рассрочке платежей за жилищные услуги. До этого мы, если заключали рассрочку платежа, человек шел в банк, проплачивал по реквизитам, приносил нам чеки. А так он просто будет устанавливать приложение и ежемесячно платить ту сумму, о которой было договорено. Ноябрьск парк в этом году снова обработают от комаров. Дезинфекцию в излюбленном месте для прогулок проведут дважды за лето. Первую уже в начале июня обработку сделают поздней ночью, чтобы обезопасить людей от воздействия химраствора. Специалисты будут опрыскивать траву и деревья. Общая площадь обработки – около 7 гектаров. Процедуру повторят в июле. И помимо комаров, Ноябрьск парк в профилактических целях обработают и от гусениц. Контракт на дезинфекцию зоны отдыха в этом году выиграла компания Иннополюс. В прошлом году обработку от гнуса выполнял другой подрядчик. Ямальцы с особенностями здоровья смогут через интернет купить билеты на спецместа в поездах. Раньше им приходилось предъявлять в кассе подтверждающие документы и регистрироваться в Центре содействия мобильности. Теперь достаточно ввести свои данные и номер СНИЛС на сайте или в приложении РЖД. Право на спецместо система проверит автоматически. В вагонах для инвалидов обычно установлены подъемники для колясок, увеличена площадь тамбура, а сами билеты продаются со скидкой, в том числе для сопровождающих. Сегодня на Ямале инвалидность имеет около 14 тысяч человек, почти 2,5 тысячи из них – это дети. Жителям Ноябрьска окажут бесплатную юридическую помощь. В день открытых дверей проведет Государственное юридическое бюро. Обращаться можно с вопросами, касающимися прав детей, защиты их интересов, отношений между детьми и родителями, опеки и попечительством. Прийти на консультацию могут как взрослые родители или лица их заменяющие, так и сами несовершеннолетние. Пообщаться с юристами можно будет 31 мая в 219 кабинете многофункционального центра. Телефон для справок – 3505-25. Артемий Лебедев расскажет жителям Ноябрьска, как надо работать. Известный блогер и дизайнер приедет в город как приглашенный эксперт форума «Дни малого бизнеса». Событие, которое объединит 300 предпринимателей со всего округа, стартует 27 мая. Для действующих бизнесменов и тех, кто планирует открыть свое дело, начнут работу различные тематические зоны. Завершится первый день форума выступлением Артемия Лебедева. В 18.00 спорткомплексе «Зенит» он проведет мотивационный мастер-класс. Прийти на встречу могут все желающие, но нужно предварительно зарегистрироваться. Для участия мы просим зарегистрироваться. У нас есть отдельный сайт, который посвящен нашему форуму. Это сайт форум89.ру. И, соответственно, там необходимо оставить заявку. Если предприниматель или житель города по каким-то причинам даже не сможет это сделать, мы не будем, конечно, ограничивать доступ. И в рамках всех санитарных норм и правил, действующих ограничений, приглашаем всех желающих, всех, кому эта тема интересна. В детском доме «Семья» прошел праздник по случаю окончания учебного года и наступающего дня защиты детей. Отметить его пришлось чуть раньше, 1 июня. Уже сегодня ребята отправятся на отдых к морю. Сейчас в детском доме воспитываются 17 детей с окончанием учебного года. Их поздравили депутат окружного заксобрания Надежда Гудкова и председатель городской думы Ирина Рощупкина. Все дети получили подарки и сюрпризы. Особенно чествовали четверых выпускников, те, кто в этом году уйдет из детского дома в большую жизнь. Для них подготовили концерт, подарки, которые пригодятся им в быту, и напутственные слова. Помните всегда, что наши двери открыты. Приходите, вы для нас всегда останетесь родными. Мы всегда рады вас видеть. За любым советом, одобрением, пожеланием приходите, мы вас всегда встретим. У вас все получится. Вы умницы. Поэтому еще раз вам здоровья, терпения и добра. Арктический десант волонтеров Победы побывал в отдаленных поселках Ямала. В так называемый тур активисты поехали еще 12 мая. Первой точкой стал Красноселькуб. Там прошла акция свеча памяти. Больше 200 северян собрали огненную картину, посвященную Великой Отечественной войне. Волонтеры помогли провести квест, в котором участвовал герой труда Константин Чуманов. Следующим местом стало село Гыда. Там в ряды волонтеров вступили почти полсотни человек. Ну а в селе Новый Порт активисты сделали ремонт в квартире одинокой пенсионерки. И прямо в Чум привезли подарки нескольким семьям. Но на этом добрые дела не заканчиваются. В июне волонтеров ждут в Пуровском и Шурышковском районах. Нефтеналивной терминал Ворота Арктики отметил первый юбилей. С момента его запуска в работу прошло ровно пять лет. Ворота Арктики позволили в полной мере заняться разработкой новопортовского месторождения «Газпромнефти». В мире больше нет подобных нефтеналивных станций в пресных водах за полярным кругом. Мощность терминала до 8,5 млн тонн в год. Он обеспечивает бесперебойную круглогодичную отгрузку немальской нефти. По 100-километровому трубопроводу сырье с месторождения поступает в цех приема и сдачи нефти на берегу Обской Губы и через ворота Арктики загружается в танкеры. Затем по северному морскому пути нефть марки «Новый Порт» попадает к потребителям. Огурец весен 700 граммов и длиной почти полметра. В сельскохозяйственном комплексе вырастили китайское чудо. Именно так называют сорт огурцов, которые местные аграрии посадили в качестве эксперимента. Феноменально длинные овощи уже заинтересовали гаража. Спрос на необычные огурцы показывают первые продажи. Есть. Когда первый экземпляр поступил на прилавок магазина, его сразу у нас забрали, потому что все новое вызывает у людей интерес. Мужчина сказал, что он мясистый, вкусный, как обычный огурец. Он не то, что переросший, ни семенной, ни кормовой. Что вкус хороший, огуречный. То есть достаточно одного огурца, чтобы накормить всю семью за ужином. Огурцы этого вида, помимо длинных плодов, имеют еще одну особенность. От растущего зеленца можно отрезать половину на салат, а остальная часть будет расти дальше. Экспериментальных кустов китайского чуда в теплице два. Если горожанам сорт придется по вкусу, его посадят и в следующем году. Также здесь выращивают огурцы сортов карина, родничок и изумрудный. С начала сезона уже реализовано более 500 килограммов этих овощей. Зелени, в том числе лука, собрано 260 килограммов. Томатов 30 они только начали поспевать. Спортсмен из Ноябрьска продолжает штурмовать пьедестал чемпионата Европы по стрельбе. Уроженец нашего города, заслуженный мастер спорта Владимир Масленников, успешно выступил в командном зачете. В составе сборной России он завоевал золото в стрельбе из винтовки с 10 метров. На втором месте команда Сербии и замыкают тройку хорваты. Еще одна спортсменка из Ноябрьска Алина Хизбулина завоевала вторую личную бронзу на этом турнире. Она стала третьей в стрельбе из малокалиберного оружия. Ранее девушка отличилась среди юниорок в стрельбе с 10 метров из винтовки. Тренирует обоих спортсменов руководитель клуба Олимп Алексей Юрков. Напомним, соревнования проходят в Хорватии. Чемпионат завершится 6 июня. Еще больше новостей на сайте ноябрск24.ру и в официальных аккаунтах телеканала в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok